Ты сам боишься наказания? Нет. Тогда тебе не о чем переживать. Но я гарантирую тебе, что людей ждет наказание. Хорошо. Ты просто доказываешь мою точку зрения. Твои действия... Но почему это аморально? Нет, твои действия противоположны моим. Мне кажется, при всем уважении, ты используешь термины, которые либо не понимаешь, либо не используешь правильно. Ты говоришь, что у некоторых детей бывают сумасшедшие истории. Это не имеет значения. Я говорю о том, что каждый рождается с этим. Как то, что дети говорят, что есть что-то божественное, что-то высшее над ними, равносильно веря в то, что что-то требует причины? Как это равно? Можешь повторить свой вопрос? Да-да. Поэтому мне любопытно, почему... Мне кажется, что это Бог, который требует и наказывает нас, если мы недостаточно верим. Он кажется тираническим. Он похож на Бога, который требует. Да, это кажется тираническим. И мне любопытно, почему ты не чувствуешь то же самое. Потому что, очевидно, нет. Я не чувствую того же. И не чувствую необходимости что-либо оправдывать. Если кто-то не верит в Бога, то не имеет значения, называет ли он Бога тираном или нет. Если он изначально не верит в его существование, тогда почему он боится его наказания? Ну, я просто говорю, почему... Как Бог может... Ты сам боишься наказания? Нет. Тогда тебе не о чем переживать. Но я гарантирую тебе, что людей ждет наказания. Конечно. В теологии, например. Почему мы верим в Бога? Но для меня Бог, которого ты мне представляешь, кажется злым Богом. И кажется очень раздражительным, очень ребяческим и очень мелочным. Кажется, он слишком заботится о том, во что мы верим. Не о наших действиях. Например, если ты представишь себе хорошего родителя, верить это действие или нет? Это во многом зависит от того, что ты подразумеваешь под этим. Ну да, можно так сказать. Итак, вера — это действие. Так что то, что ты только что сказал с рациональной точки зрения, неверно. Потому что ты сказал, что его не волнует наши действия. И вера в него — это одно из действий. А последствия неверия в него делает все остальное неправильным. Поскольку твои страсти и желания становятся твоим Богом. Ты делаешь все, что хочешь. Ты как бы делаешь свое мнение своим моральным источником, что тебе следует и чего не следует делать. Ты как бы стал сам себе судьей. К примеру, ты можешь определить, что правильно и неправильно? Я не знаю. Это любопытная проблема. Это большая проблема, мы над ней работаем. Как ты ведешь себя в жизни? Ты делаешь то, что тебе нравится. В определенной степени да. Да, вот и все. Ты просто доказываешь мою точку зрения. Так что в ту минуту, когда ты не веришь в Создателя, ты становишься своим собственным Богом. И последствия неверия в Создателя будет влиять на все остальное, связанное с твоей жизнью. А утверждать и делать вид, что это простая вещь, это никоим образом не простая вещь. Так что это влияет на все в твоей жизни. Твоя вера или неверие в Создателя влияет на то, как ты будешь вести себя в оставшейся жизни. Поэтому ты буквально существуешь здесь по этой причине. Это испытание в этой жизни. Потому что когда ты не веришь в Создателя, ты будешь действовать определенным образом. А когда ты веришь, ты будешь действовать по-другому. Ну, я не думаю, что это правда. Я не думаю. Обычно люди делают плохие вещи, независимо от того, делают они это или нет. Ты ешь свинину? Да, я ем. Ты пьешь алкоголь? Иногда, но нечасто. Ты прелюбодействуешь? По мере возможности. Хорошо. Ты просто доказываешь мою точку зрения. Твои действия... Но почему это аморально? Нет, твои действия противоположны моим. Ты ранее сказал, что ты не веришь, что твое неверие в Бога повлияет на твои действия. И ты только что показал мне, как они влияют на твои действия. Моя вера в Бога влияет на то, как я веду себя. И твое неверие в Бога также влияет на то, как ты ведешь себя. Мне не нужно убеждать тебя, морально твои действия или аморально. Потому что по определению тебе нужно указать мне источник морали. Веришь ты в это объективно или нет? Начнем с того, что ты не веришь в Бога. Поэтому тебе придется вернуться к вопросу о том, есть ли Бог или нет. Причина, по которой мы говорим, что это аморально, заключается в том, что морально правильно и неправильно определяет Бог. Таким образом, если Бог сказал, что эти вещи неправильные, они становятся объективно неправильными. Потому что Бог — тот, кто определяет, что объективно правильно, а что объективно неправильно. Но опять же, моя точка зрения остаётся в силе. Если ты не веришь в Творца, это не просто так, что «я не верю в Творца» или «я». Нет-нет, речь идёт о том, что оставшаяся часть твоей жизни будет ответственностью на тебя. Все твои действия будут зависеть от того, веришь ты в Бога или нет. Вот почему самое большое количество жертв в истории человечества приходится на атеистов. Людей, которые не верят в Бога. Людей, у которых нет чувства объективной морали. Поэтому они становятся своими собственными богами. Самые большие резни, которые произошли в истории человечества, самые большие убийства совершались по политическим причинам, мирским причинам, корысти. Это не имело ничего общего с верой в Бога. И не имело никакого отношения к религии. И по этому поводу сделано много исследований. Например, исследование Навида Шейха. Он провёл исследование в университете Луисвилля. Он продемонстрировал, что самые большие человеческие жертвы происходят из-за атеизма. И этих антитеистических групп. А что насчёт... Извини. Извини, я просто хотел... Это интересная тема. Я просто хочу немного вернуть её к своего рода философскому ракурсу. То есть, мне кажется, что мы делаем одно и то же. В определённый момент ты решаешь какую-то часть Божественного Откровения. Насколько хорошо ты понимаешь заповеди Божьи. Конечно, Бог сказал нам это правда. И мы можем принять это как истинное Слово Божье. Но в определённый момент ты читаешь это, и интерпретируешь, и получаешь информацию в свой мозг. И это то же самое Божественное Действие, в котором ты меня обвиняешь. Говоря, что на самом деле я думаю, что я Бог, но в определённой степени... Ты сравниваешь получение информации с интерпретацией или определением информации? По сути, да. Ты только что выложил эти два слова, как будто они синонимы. Я говорю, что ты... Да, я это сделал. Получение информации от друга — это не то же самое, что принятие решения сделать то, что он мне сказал. Нет, но ты же определяешь, говорит ли он правду. И утверждяешь, что это одно и то же, это просто иррационально. Я говорю, что если ты решаешь, какие действия предпринять, основываясь на том, что Бог сказал тебе... Конечно, ты определяешь это на основе того, что, по твоему мнению, является истиной о Боге. Но это акт решимости. Это не то же самое, что определяешь, что правильно, а что нет. Ты определяешь, прав ты или нет, ты определяешь? Нет, я не определяю. Хорошо, ты получил эту информацию от Бога. Хорошо, верно? Да. И как ты интерпретируешь эту информацию? Или это не поступок? Разве это не часть? Нет, я ничего не интерпретирую. Пророк, алейхиссаляту вассалям, рассказал нам, как понимать Коран. Коран ясен. И он, и его жизнь, и жизнь его сподвижников — это то, как мы понимаем Коран. Да, и это метод определения. Это не интерпретация. Мне кажется, при всем уважении, ты используешь термины, которые либо не понимаешь, либо не используешь правильно. Интерпретация — это неоднозначный термин, имеющий более одного значения. И затем ты пытаешься интерпретировать его, чтобы понять, какое значение является правильным. Если я дам тебе четкую команду «пей воду», ты не будешь интерпретировать эту команду, потому что эта четкая команда «пей воду» означает «пей воду». Если перед тобой будет бутылка, я скажу «выпей из этой бутылки перед тобой». Ты пьешь из этой бутылки перед тобой. Интерпретация — это совершенно другое дело. Это когда у тебя есть двусмысленное утверждение, которое может иметь множество разных значений. И тогда ты приходишь к выводу. Коран же очень ясен. Пророк, алей-иссаляту вассалям, показал нам, как понимать Коран и как его применять. Вот почему, когда он был жив, он реализовал, он был примером, чтобы мы могли понять это. Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Да, но я думаю, что это семантика. Ты получаешь информацию, у тебя есть информация, и эта информация передается в твой разум. Это важно для моей точки зрения. Я говорю, что в тот момент переноса, в тот момент, когда ты говоришь «ну, это ясно, это определенно правда», но это может быть и ясно, а может быть и нет. Откуда ты это знаешь? Как ты выдвигаешь претензию на знания? Ну, я не гиперскептик, как ты. Я доверяю своему опыту. Я не сомневаюсь в своем опыте, потому что у меня нет причин сомневаться в нем. Вы же все делаете наоборот. Да, вы начинаете сомневаться во всем без причины и сходите с ума. И вы даже не знаете, действительно ли вы существуете или действительно ли существует вселенная. Да, так и есть. Да, я знаю, это то, что ты делаешь. Да, ты прав на сто процентов. Мы же этого не делаем. Вот так просто. Я достаточно умен, чтобы знать, что у меня нет причин сомневаться в своем личном опыте. Он постоянен с самого моего рождения. Он всегда повторяется, и у меня нет причин сомневаться в этом. Ты должен дать причину, почему я должен сомниться в нём. Ты не можешь просто сказать, потому что это могло быть что-то другое. Это не причина, это гипотетический сценарий. Если я буду жить свою жизнь основываясь на гипотетических сценариях, которые не имеют доказательств, как пример, который я привожу всегда, танцует ли губка Боб на Луне, если я продолжу исследовать эти неляпые возможности, или, например, летает ли розовый слоник сейчас над моим домом, если я буду исследовать эти нелепые вещи, я потрачу свою жизнь впустую. Я не буду этого делать. Я основываюсь на доказательствах. Если есть убедительные доказательства чего-то, я рассмотрю такую возможность. Если нет, то мне всё равно. Да, но если перевернуть это с другой стороны, каковы доказательства существования Бога? Каковы доказательства того, что это не работает ни для одной из других религий? Каково доказательство? Ты сказал, что не хочешь вести теологическую дискуссию. А потом мы пошли в округу и вернулись. Да, мне нужна теология. Я хочу поговорить о теологии. Я расскажу тебе своё лучшее доказательство существования Бога. Моим лучшим доказательством существования Бога является то, что человеку не нужно доказывать существование Бога, потому что это часть человеческой природы, заложена в нас. И есть множество исследований, которые показывают это. Как исследование доктора Джастина Баррата. Группа атеистов провели исследование в Оксфордском университете и пришли к такому выводу. Или доктор Оливер Петрович. Он провёл такое же исследование на японских детях. Или ты можешь посмотреть на некоторые племена, которые были отделены от остального мира. Они всё ещё верили в Бога. И буквально каждая цивилизация в истории человечества верила в высшую сущность. Дети даже в атеистических обществах. И я привожу тебе исследования и ссылки. Да, я понимаю, я согласен с тобой. Да, они совершенно естественно верят в Создателя. Так зачем мне доказывать то, что изначально является частью моей человеческой природы? Я считаю, что вера в Бога – это аксиома, с которой ты рождаешься. Точно так же, как рациональность – это аксиома, с которой ты рождаешься. И точно так же, как знание причинности – это аксиома, с которой ты рождаешься. И интуитивное знание того, что ты выбираешь – это аксиома, с которой ты рождаешься. Мне не нужно никому ничего доказывать. Ну, я не… Я даже не пытаюсь. Но если я смогу объяснить это чувство, это ощущение Бога по-другому, как мы видим узоры, мы видим лица в облаках и тому подобное. Я не вижу лица в облаках. Мы повсюду видим узоры. Может быть, ты видишь, когда что-нибудь выпил. Ну, дети так делают. Ты говоришь, что дети знают об этих вещах от рождения. Нет, эти исследования не показывают то, что ты сказал. Эти исследования показывают, что, по их мнению, есть что-то высшее наверху. Они не называют эту вещь. Они не называют его человеком. Они не говорят, что это похоже на творение. Нет, но я имею в виду, что дети верят в множество безумных вещей без всякой причины. Нет. Они без всякой причины антропоморфизируют большую часть человеческой природы. Нет, нет, смотри. Каждое универсальное убеждение... Это факт. Каждое универсальное убеждение, с которым мы рождаемся, будучи людьми и детьми, это истина. Я уже приводил тебе пример. Универсальное убеждение, которое означает, что все дети рождаются с этим убеждением. Ты говоришь, что у некоторых детей бывают сумасшедшие истории. Это не имеет значения. Я говорю о том, что каждый рождается с этим. Когда у тебя есть дети из 20 разных стран, как показывают исследования, из 20 разных обществ. И все они говорят одно и то же. По сути, это врожденная вещь в человеке. Например, у нас есть врожденная способность знать причинно-следственную связь. Причину и следствие. Поэтому ты всегда видишь детей, говорящих, откуда это взялось. Почему, когда, откуда они пришли, кто сделал это, кто сделал то. А также существует множество исследований о причинно-следственной связи. Например, известный эксперимент, когда они клали предметы на стол, а затем убирали стол. И они удивлялись. Но это объясняет только феномен. Конечно, шаг за шагом я пытаюсь занести свою точку зрения. Итак, это причинные убеждения. Причинные и следствия — это интуитивная вещь, которая находится внутри человека. И это истина. Еще одна вещь, которая есть у людей, — это чувство справедливости, с которым мы рождаемся. Равенство в каком-то смысле. Да. Если у тебя есть два ребенка, и ты дашь одному печенье, а другому не дашь. Другой ребенок расстроится и начнет плакать, потому что у него есть некое чувство справедливости, заложенное Создателем. Это утверждение, которое я делаю. Но почему Создателем? Я подхожу к этому. Есть еще одна интуитивная вещь, заложенная Создателем. Это то, что мы существуем. Это аксиома. И это интуитивное знание внутри каждого человека, что он существует. Он осознает себя и то, что его окружает. Итак, я утверждаю, что все это интуитивные убеждения. Универсальные. И все они истина. И одно из них – это вера в Бога. Потому что это также интуитивное универсальное убеждение, которое есть у каждого. Но одна из вещей, которые ты здесь описал, это причинное убеждение. Это то же самое. Это объясняет, почему мы верим в Бога. Потому что мы во всем видим связи. Мы видим... Нет. Мы пытаемся придать смысл всему. Это объясняет? Я уже говорил тебе, что исследования не показывают этого. Они не говорят, что я верю в Творца, потому что это должно произойти из этого, а то должно произойти из того. Я тоже этого не говорю. Дети ведь не говорят, мы верим в Творца на основании космологического аргумента. Или что-то в этом роде. Они не начинают рассказывать тебе о возникающих вещах, для которых требуется причина, или что-то в этом роде. Я согласен. Я говорю, что это одно и то же. Я говорю, что это причинное убеждение. Энди, Энди, смотри. Я думаю, мы ходим по кругу. Смотри, мое убеждение очень простое. Ты уже согласился со мной, и исследования показывают, что это врожденная вещь. Мы люди, и каждая существующая цивилизация рождалась с верой их Создателя. Теперь ты должен сказать мне, почему это неправильно. Мне не нужно ничего тебе говорить, потому что это уже факт, который существует внутри человека. Чтобы попытаться убедить меня, что это неверно, ты должен объяснить мне, почему это неверно. Мне не нужно принимать твои доводы. Я доверяю своему врожденному опыту и своей рациональности. Ну, логика твоего аргумента в том, что у нас есть этот опыт Бога, что мы знаем, что Бог существует. И это доказательство существования Бога. Я говорю это для того, чтобы опровергнуть это. Я не говорил именно так, ну ладно. Нет, я знаю, что ты этого не говорил. Я как бы перефразировал это, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. Потому что если ты продемонстрируешь, что эта причина, это чувство, это знание может исходить из чего-то другого, и я думаю, что это происходит из того, что ты сказал об этом причинном убеждении. Это вера в то, что все связано, все есть. Какие у тебя есть доказательства в пользу этого? Я думаю, что это то же самое убеждение. Я думаю, что ты логически прав, и я попросил доказательства. Я знаю, что ты требуешь доказательств. Я утверждаю, что твое объяснение — это игра слов. Ты утверждаешь, что вера в Бога и вера в причинно-следственную связь — это разные вещи. Я говорю, что это одно и то же. Как то, что дети говорят, что есть что-то божественное, что-то высшее над ними, равносильно вере в то, что что-то требует причины? Как это равно? Потому что это всего лишь вера в природу цели, смысл понимания причин. В любом случае, ладно, я отпущу тебя, Инди. Похоже, ты застрял. Хорошо, спасибо, что уделил время. Да, я отпущу тебя. В любом случае, это было интересно. Да, можно так сказать. Хорошо, Инди, в любом случае, я считаю, что дал тебе ответы со своей стороны. Спасибо, спасибо за время. Я ценю твои хорошие манеры в обсуждении. Спасибо за это. Спасибо и тебе.